приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас речь пойдет о розовых томатах у нас есть несколько любимцев розовых томатов которые мы уже выбрали из множества испытанных за последние годы томатов и это гибриды 2 гибрида и сегодня об одном из гибридов розового салатного вкусного похожего по вкусу и аромату на микада вот старые микадовские томаты вот этот томат очень похож на него но снова же если его выращивать по правильной технологии не давать ему только минеральное удобрение то этот томат действительно как микада если же минеральное удобрение использовать строго пока инструкции то по описанию действительно получаются твердые транспортабельные розовые салатные томаты но у нас своя технология выращивания и давайте я более подробно расскажу об этом томате потому что мы его испытывали в прошлом году он очень понравился и мы снова купили семена этих томатов и 10 семян 10 растений мы обязательно высаживаем вот этого томата его очень любит александр и он любит вообще больше розовые томаты ну а мы уже любим все что есть и розовые и красные я люблю в разные по разному настроению в разное время то розовые то красные но они очень вкусные и наша технология выращивания позволяет действительно вырастить именно вкусные хотя это гибриды но вкусные гибриды томатов итак сегодня речь пойдет о фенде фенде f1 это продукт селекционной французской фирмы close очень хороший томат и я его кстати выбирала потому что срок созревания как и у белфорда красного получается с момента посадки рассады 60 дней 60 65 дней ну а в рассаде больше месяца и получается в конечном итоге то же самое что и белфорд если вместе одновременно посеять то эти 100 дней снова же наберется с момента всходов и до момента уже сбора урожая но вот эти вкусовые качества которые мы в прошлом году испытали от этого томата естественно нас снова же привели к этому томату есть возможность покупать семена именно профессиональные в наших магазинах семенных поэтому мы снова же я думаю что на следующий год снова купим этот индетерминантный неограниченного роста томат почему неограниченного роста я изучала эту информацию прежде чем выращивать вообще индетерминантные если его формировать в один побег то они будут расти очень высоко и не будут очень крупные томаты но той возможности чтобы подольше получать урожай не будет поэтому вот этот неограниченный рост мы всегда снимаем эту планку неограниченного роста и формируем вилочкой в два побега и получается что да они потом в горизонтальной уже сейчас горизонтальное положение идут и даже в эту жару они обязательно формируют хотя бы один но у нас получается что крупные уже томаты фэнды получаются в период когда уже жара и потом жара отступает и осенью у нас эти томаты очень крупные в банку не вмещаются ну а мы используем вот этот сейчас период когда первые томатики были мелкие я их выращивала в сложных условиях как впрочем и все и вот эти томатики идут на консервирование а дальше все крупнее и крупнее чем еще мне понравился когда я выбирала этот томат очень важно устойчивость к различным заболеваниям и вот этот томат французские селекционеры хорошо поработали и он устойчив к нематоде это бич сейчас на томатах устойчив к бурой к бурой пятнистости к вирусам мозаики томата желтого скручивания листьев к вертицелезному виданию видите список такой серьезный и многие не знают что что эти болезни присущи сортам или другим каким-то гибридам поэтому но в основном сейчас селекционеры работают над тем чтобы создавать устойчивые к различным заболеваниям сорта или гибриды ну и пойдем дальше расскажу вот я вам все время показываю плоды какие плоды такие а круглые слегка чуть-чуть приплюснутые вот в руку берешь вот очень красивые и вес у нас вот мы сколько выращивали был до 400 граммов даже чуть чуть больше несколько штук было но это уже были у нас августовские томаты внутри если разрезать 6 семенных камер ну а первые кисти формируют обычно один крупный остальные мелкие они по 5 по 6 томатиков на кисти и вот и все почему такие мелкие вот эти томаты потому что они вырастают в холодное время у нас был холодный май холодный июнь поливы были очень редкие и минимальные благодаря вот этому моменту мы сохранили наше растение получились что вот такие и в прошлом году у меня та же самая ситуация мелкие томатики есть у меня на первой и второй гроздь и иногда даже на третьей я их собираю и отправляю на консервацию так что дальше уже крупные не вмещаются банку и не закроешь и вот они сейчас вот такие нежные мягкие вот такие какие мы любим любим закрытые в консервах плоды при технологии выращивания нашей получаются нежными это еще раз хочу на этом моменте сделать акцент отлично подходят для консервации и они не такие жесткие как выращиваются допустим в теплицах на для товарного производства и возможно я думаю что это связано с подкормками если минеральное удобрение то получается жесткие помидоры почему я еще раз хочу об этом сказать потому что у нас особое испытанное питание томатов мы начинаем это питание с подготовки почвы с осени закапываем зеленое удобрение и заливаем водой с деструктором целлюлозы затем сеем сидераты и при посадке используем продукты ветеринарной аптеки или из магазинов для животных здесь у нас и мясо костная мука и рыбная мука кормовые дрожжи и курник вот обо всем этом кстати у нас есть плейлист томаты и там мы и теплицы и там мы рассказываем и показываем видео где вот это все как мы делаем когда это делаем и как мы где это используем и кстати очень хорошо при подкормках использовать жидкие удобрения украинской фирмы минералис украины это органика и самое главное важно в нужное время дать правильное питание вначале у нас корни и имеют хорошее питание а далее мы помогаем добавляем в некорневые подкормки фосфора обязательно потом фосфор калий но сейчас обязательно магний и калий и раз в 10 дней при такой температуре после резкого холодного июня сейчас просто знойная жара и вот при такой экстремальной погоде обязательно нужно делать в некорневую подкормку кальцием кальций органическим у нас есть такая возможность и просто напоминаю сразу же знаю что будут вопросы если у вас нет такого кальция в россии есть там какие-то удобрения тоже с кальцием используйте их но если нету легко сейчас купить доступный доступное удобрение кальциевую селитру просто-напросто себе заказать килограмм или попадаете в город если вы где-то далеко живете закажите купите килограмм кальциевой селитры вам хватит на несколько лет нужно всего-то навсего 15 граммов на 10 литров воды и опрыскивать раз хотя бы в 10 дней при вот такой погоде это всего-навсего небольшое маленькое количество кальциевой селитры поможет растениям запустить все физиологические процессы в клеточках растений ведь сейчас это жара все просто остановилось и никакого движения нет в растениях запускайте эти процессы физиологии физиологические процессы и растение начнет далее формировать плоды не будет вершиной гнили и будут растения продолжать расти и мы проводили семена посев семян в два срока у нас тут испытание проводится но об этом будет отдельный ролик и о сути этого эксперимента мы расскажем позже что я хочу еще сказать о схеме посадки у нас проверенная годами посадка между рядами 100 сантиметров в ряду между растением 50 сантиметров друг а дружке 50 сантиметров потому что мы формируем вилочкой два побега и чтобы было комфортно этой вилочке естественно нужно 50 сантиметров и прекрасно растение себя чувствует и формируют свои побеги и листья листья красивые зеленые вообще красивый томат очень нравится ну вот в основном вот эта вся информация по этому томату очень хороший томат мы довольны и естественно будем дальше выращивать вот этот розовый салатный вкусный томат который просто напросто заменил нам микада а урожайность его если у микада вот первая гроздь там большой один крупный потом мельче и дальше растение не дает такой урожай который вот хотелось бы а этот высокорослый и чем дальше он растет тем более крупнее томаты но и вкус замечательный мы сегодня рассказали вам о наших любимых розовых томатах которые называются фенда это фирма клоус французская фирма и селекционеры франции замечательно потрудились создав вот такой прекрасный салатный розовый вкусный ароматный томат раиса горяченко александр волик прощаются с вами до следующего видео до новых встреч в новых видео на нашем канале